Всем привет! С вами сегодня снова я Виктория Крокус и сегодня у меня будет генеральная уборка на столе. Сейчас я расскажу, как я пришла к такому решению. Не переживайте, у меня не было так. Я просто все вывалила из своих органайзеров и положила то, что мне нужно как-нибудь аккуратно сложить. Скоро у меня начинается учеба в университете и в университете мы учимся дистанционно. Кстати, напишите в комментариях, как у вас будет школа или университет дистанционно или же вы просто будете ходить нормально каждый день. И когда я узнала, что у нас будет учеба дистанционно, ну то есть там экзамены и все такое, скорее всего мне придется очень много сидеть за компьютером, даже больше, чем я сижу сейчас за работой, я решила как-нибудь реорганизовать свое рабочее место. Во-первых, провести здесь полную уборку, поставить то, что мне нужно, красивенько разложить канцелярию. Так что это видео должно быть интересным. Оставайтесь со мной приятного просмотра, получайте мотивацию. Итак, первое, что мы с вами будем делать, точнее буду делать я, вы будете просто наблюдать, это убирать все-все-все со стола, прям все вместе с лампой даже, и полностью его протирать. Я, наверное, не буду сильно ставить ускорение, потому что меня просили не ускорять, типа так интереснее, когда я все делаю, ну в более-менее реальном времени или же на двойку просто ускорение. Так что сейчас первое, что я буду делать, это все убирать отсюда. Беру отсюда половину свечей, потому что, как вы уже, наверное, поняли, они занимают довольно много места, и если мне нужно, я потом одну просто буду доставать, какая мне будет нужна, и зажигать, когда буду учиться. У меня тут вот всякие розовые свечки, какие ловы, апельсиновые. Я все сразу же не зажигаю все равно. Стол, кстати, не пыльный, потому что я его протираю довольно часто. На самом деле я уже почти всю канцелярию перевезла, просто, ну физически это нереально было сделать за один день. Любимые текстовые делители, вот я несколько зебек принесла, чтобы заполнить цвет этот гадать. Наверное, мы как раз-таки с него в первую очередь и начнем, потому что он мой самый любимый, и заполнять его это просто одно удовольствие. Если вы спросите, что это, это две открыточки, которые я получила из Германии, красивые новогодние, зимние, и они у меня тут стояли. Наверное, я сейчас их уберу. Новый год прошел. И, наверное, когда у меня кончится экзамен, перевезу тот стол, а этот я отвезу в свою старую комнату. Но вы все будете это видеть, если у меня будет об этом отдельное видео. Напишите, кстати, как вам такая идея, потому что я очень люблю тот стол. И, в принципе, его не так сложно перевозить, там, что вот эти тумбочки и столешница, все, все разбирается. За разговорами мы с вами уже убрали первую половину вещей, и нам осталось совсем немного. Со стола все убрали, сейчас я его протру, и будем все расставлять. Стол протерт, уборка закончилась, и сейчас нам с вами предстоит самое интересное, располагать мою канцелярию на столе. Я обязательно хочу поставить свои ручки Стабила на самое-самое видное место. Пока что я их расположу в этих баночках из Икеи, но как только я получу свой органайзер, который я уже заказала, мы с вами их переложим. Кладу. Кое-что из большого пенала мне нужно будет положить на самое видное место, потому что мне это очень нужно будет для учебы. Вот две баночки из Икеи, куда мы сейчас все будем складывать. 40 капиллярных ручек от Стабила, может быть, они, конечно, не супер важны для учебы, но я ими часто пользуюсь, что-то подчеркиваю в конспектах, поэтому я их хочу поставить сюда. Кстати, я не знаю, некоторые ставят вот так вот, колпачками кверху, а некоторые именно, ну, просто вот так. Мне кажется, что все-таки неправильно вот так их переворачивать, потому что чернила стекают не книзу, а туда наверх, и ручка потом будет, наверное, не такой хорошей. Напишите в комментариях, как правильно, просто я согласна, что вот так не так красиво, как было бы наоборот. Потом кое-что из своего пенала большого. В нем, конечно, тоже все очень удобно хранить, но мне хочется на столе. Вот такие брашки для ведения конспектов, они мне очень нужны. Я положу все цвета, которые у меня есть. Ну, их не так много. И пастельные карандаши с Алиэкспресс, их не так много, и они очень круто смотрятся в тетрадках. Поэтому тоже ставим. Это уже можно так кверху. Можно, наверное, поставить как-то вот сюда. А, и еще нужно вернуть сюда лампочку, потому что лампа нужна. Вторая уже будет не настолько яркая, потому что сюда мне нужно положить просто все, что нужно. Это обычные ножницы и фигурные. И еще одни ножницы желейные. Скотч-корректор, который с двух сторон. Это удобнее было бы хранить в такой двухэтажной коробочке, которую я уже заказала. Я, наверное, сто раз говорю, просто я очень жду эту посылку. Не знаю, когда она мне там придет из Китая, но думаю скоро. И здесь разные просто ручки, синие, черные, которые мне нужны будут для учебы, для экзаменов. Кстати, напишите в комментариях, снимать ли мне стадии в измеи. Тоже просто поставим рядом. Из украшений я, наверное, поставлю фанка. Ну, верну, то есть те, которые у меня там и стояли. Они мне не мешают, и они очень красиво смотрятся. Все. И сейчас мы будем заполнять мой органайзер. Этот органайзер в основном для текстовый делитель. У меня раньше тут лежали текстовый делитель, а тут скотч. Я думаю, вы помните. Но сейчас я немного исправила хранение, и сейчас я покажу, как там все будет. Я уже подумала. Вот здесь, в самом большом отделении, у меня будут стикеры и стикеры-закладки. И майн-лайнеры от Зебры. Три упаковки. Это зимние цвета, осенние и такие просто яркие. Тут будут маркеры Стабила Босс. Пока что на данный момент у меня есть 4 штуки только, но их дома у меня в моей комнате больше. Я, наверное, принесу, потому что я пользуюсь всеми-всеми текстовый делителями, которые у меня есть. Я не знаю, как так получается, потому что вроде бы, ну, текстовый делитель, одна пачка и все нужно. Но я пользуюсь просто всеми наборами. Всегда каждый день беру разные. Мне это очень нравится, поэтому так и будет. Стабила с водичкой, красненькие, синенькие и зелененькие. Потом обычная Стабила. Так, вот так, наверное, лучше. Неоновые. Неоновыми я не часто пользуюсь, особенно зеленым и розовым. Желтый очень часто использую. Потом корректоры лента. Эти корректоры что-то типа скотчей, но только они намного удобнее в использовании, потому что они просто как кроликом выдвигаются и все. Их не нужно рвать. И ластики. На данный момент у меня есть три моих самых любимых ластика, которые хранятся не в упаковке. Это ластик от Мона Томбо для рисования. Он не оставляет после себя следов. Ластик, который я использую для учебы, это Муджи. И вот этот просто поставить так. И еще у меня есть мой любимый набор ластиков с арахисы. Вот эти очень милые. У них такие мордочки. Но я их храню в этой упаковке, поэтому они мне, наверное, тут не нужны. Два текста выделителя от фирмы Муджи положила. Там зеленый, синий. И последнее, что я положу, это кисточки. Там есть отдельное отделение, довольно такое большое. И я там обычно храню кисти свои для рисования. Это не все мои кисточки. У меня их намного больше. В основном они у меня в чехле для кисточек хранятся. Но я пока поставила вот так. Согласитесь, смотрится очень красиво. И так как вот это место для ноутбука, я ставлю немного сбоку. Сейчас поставим ноутбук, чтобы вы понимали, о чем я. С хлопком смотрится намного интереснее. Все основное готово. Теперь я хотела бы с вами обсудить свои контейнеры. Если вам интересно, все тетради хранятся у меня вот тут вот. В моих органайзерах из Икеи. Потому что это как продолжение моего рабочего стола. Вот этот вот комод Калакс. Эти серые контейнеры. Там хранится вся моя канцелярия. Потому что тут целых 8 отделений. Туда все умещается. Чтобы не захламлять стол. А тут в пределах просто протянутой руки я могу все взять, что мне надо. Кстати, я перевезла сюда свой вот этот вот комодик с канцелярией. Потому что он очень удобный. Мне не хватало этих ящиков. Давайте сейчас проведу небольшой тур. Быстрый тут бумага у меня с тушью. Здесь красочки. Белые ночи. Тут просто всякая канцелярия. Ну, я думаю, вы помните. Все так же здесь открытки. Здесь тоже разная нужная канцелярия. Тут все мои карандаши. Фабер Кастел. Дервент. Разные. Дровинг. И ColorSoft. Очень нужен мне был этот комод. Я рада, что наконец-то теперь он тут. Если вы меня спросите, как я буду использовать это пространство, откуда я убрала свечи. Здесь я положу свой ежедневник, который я сейчас веду. Потому что я его открываю в день, наверное, 100 раз. Проверяю все свои дела, которые я должна выполнить. И я становлюсь действительно более продуктивной с ним. Мне он нужен. Потом я положу сюда свой планшет. Еще у меня тут есть Apple Pencil. Часто я всем этим пользуюсь. Поэтому тоже сюда положу. И обычно у меня лежит тут книга, которую я читаю. Мне это не мешает, если что, я могу убрать. Но обычно лежит. Сейчас такая толстенькая книга «Дом из зеленого стекла». Ну и надеюсь, что скоро я перейду к классике. Как по цвету хорошо смотрится. Мне очень нравится. Так, ну пока вот как-то так мы с вами все оставили. Много места для пространства. Давайте я попробую сесть. Посмотрю, как с локтями будет. О, просто отлично. Я тут открываю ноутбук. Сейчас, с другой стороной. Открываю ноутбук. И все, пишу, что мне нужно. Отлично. Все, я довольна. А, еще нужно поставить наушники. Вот сюда. Здесь телефон обычно заряжается. И мы, в принципе, можем одну свечку все равно поставить. Для декора. Террый контейнер. И тут я хочу посмотреть свои тетради и подготовить что-то для учебы. Тетради у меня много. Но мне много не надо. Наверное, я возьму вот эту свою оранжевую для конспектов по всем предметам. Потом для каких-то там чертежей или графиков, таблиц я возьму от фирмы Муджи. Серенькую. Моя любимая фиолетовая кошечка. Специально я ее принесла. Я, наверное, все тетради принесу, но эти такие самые основные, которые я буду использовать. И акулу, потому что она у меня там по одному предмету уже второй год идет. Я ее использую. Для подготовки к тестам я специально принесла вот эту тетрадочку с русалкой. Она в линейку и она очень мне нравится. Будет поднимать менстрейни. Тут еще есть раскрасочка на форзите. Возможно, я еще буду использовать вот эти ручки. Так, что мне еще нужно? Это просто мои блокноты-скетчбуки. Для учебы не надо пока что. Еще у меня есть такой вот блокнотик с мягким ванилой-сквишем. Даже если вам кажется, что тут все очень неудобно-сложно, нет. Здесь все просто суперудобно. И сюда помещается очень много всего. Покупала в кухонном отделе в Икеа. Еще такие на Алиэкспрессе есть, если у вас нет Икеа. Держу вас в курсе. Здесь лежат разные мои блокноты для записей, которые я использую каждый день. Капиллярные ручки от Штедлер. Десять цветов. У меня еще есть пятьдесят, но, как ни странно, десятью я пользуюсь намного чаще, потому что удобнее упаковка. Мини-ежедневник. Это в основном даже такой блокнотик для идей, потому что в ежедневнике я записываю кратко свои дела, а тут могу все подробнее расписать. Читательский дневник для книг. Сникерс, который лежит тут уже, не знаю, два-три месяца. Скотч, который я использую каждый день. Стикеры-закладки, которые я использую каждый день. Еще много разных наклеек. Словарь для записи иностранных слов. Закладки для книг. Куча разных наклеек. Книга на английском языке, одна из книг это Питер Пен. Виниловые большие наклейки. В общем, много всего. Еще стикеры-закладки. Такие скотчики, очень нежных цветов, красивых. Большой-большой неленованный блокнот, который я тоже часто использую. Я думала, он мне не пригодится, потому что в нем неудобно писать, но он удобен для того, чтобы расписывать там ручки, показывать вам. И часто я оттуда что-то вырезаю и наклеиваю в свой блокнот. Потом два моих учебника по английскому и такая большая кольч-рулт, типа тетрадь. Ну и последний штрих это гирлянда. Еще забыла вам рассказать, так как мне хватает вот этого серого коврика около кровати, я решила беленькую шкурку из искусственного теплого меха положить под свой стол. Мне кажется, так получится намного уютнее. Принесла еще три цвета. Это такой мятный, темно-зеленый, уже не пастельный, и желтенький. Вот так сейчас выглядит мой стол. Пишите в комментариях, нравится вам или нет. О моих планов на ближайшие месяцы. Я планирую прибить две вот такие полки, как были в моей старой комнате здесь для канцелярия. Я уже получу несколько органайзеров для канцелярии, мы с вами будем опять все реорганизовывать. Но вот на ближайшие, я думаю, полтора месяца у меня все будет именно так. Удобно для учебы, много ручек всяких. Достаточно места для локтей, для ноутбука, и сбоку тоже все самое нужное. Просто супер классно, мне нравится, как мы с вами сделали. Сейчас, наверное, я вам вставлю фотографию, как было и как сейчас, и вы скажете, насколько получилось круче. Подписывайтесь на канал. С вами была я, Виктория Крокус. Тоже готовьте свои рабочие места к учебе. Даже если вы учитесь недистанционно, я думаю, что многие люди делают уроки дома, и это тоже очень важно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok